Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» И ответы бывают не всегда веселыми, а более настраивающими на терпение, подвиг, веру А вот как ответить на вопрос, как стать радостней? Это ведь, кажется, цель наша по жизни На это работают клоуны, комедиклабы, ведущие популярные Если они не хохмят, если они нас не веселят, если они не заставляют уже до сведений, до судорог Растягивать в улыбке и в гомерическом хохоте колебать чрево своего зрителя То недолго они усидят в топах своих популярностей Это, кажется, краткий путь к радости Включи что-нибудь прикольное, послушай что-нибудь комичное И будет у тебя радость А недостаток этой телепродукции сказывается на народе Так что выглядит он печально Так что некоторые интуристы замечают что-то у вас в России и мало улыбаются То ли дело у нас С очаровательными улыбками друг к другу Будут требовать от вас преклонения коленей По случаям совсем по-человечески непонятным И на то и судебному преследованию Подвергнут за недопущение до какой-нибудь секс-просвета собственных детей Где же эта основательность для подлинных улыбок А точнее сказать, для настоящей радости души У кого на сердце мир, у того и лице цветет Говорил святитель Василий Великий, ссылаясь на святого апостола Действительно, благообразие лица или даже причина женской красоты Это не внешнее плетение волос, не дорогие одежды Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте Кроткого и молчаливого духа Вот что делает в прекрасном лице Вот что значит внутренний мир Который обеспечивает и снаружи для окружающих человека Как источник радости и для себя, и для окружающих Радость христианина в благое вести о воскресении Христовом Это не пустые слова, это то, чем живет христианин Ибо мы, с одной стороны, живем умиранием И это приводит душу во всегдашнюю печаль Так и преподобный Федор Санаксарский говорил некогда Нет у человека печали, кроме трех Что он умрет, что он не знает, когда умрет И не знает, что его ждет после смерти И все эти три печали удобно преодолевает Уверовавший во Христа Спасителя Ибо знает, что победивший смерть воскресший Господь Он же и с нами до скончания века И промыслитель жизни нашей Он и питатель нас своей плотью и кровью Он и учредитель для нас чертогов небесных Который обещал уготовить своим апостолам Ученикам всем, по их слову уверовавшим В небесном царстве своем Это ли не повод радоваться Обещание, полученное от самого Господа Нам никогда не умирать Но всегда оставаться в единстве Друг с другом и с Господом И это ли не то, что более всего Недостает современному человеку Погруженному в стихии века сего В непрестанной гонке за материальным благополучием Которое, если приносит радость, то совсем ненадолго Если облегчает скорби, то только на время Если и удаляет печали, то только от тела Но никак не от души Душа, обремененная нераскаянными грехами Не может радоваться Ибо душа по природе христианка И язвы, нанесенные ей грехом Уродует ее, поставляет ее в противоестественное Тягостное состояние Как некогда печать, наложенную Богом на Каина Которая заставляла его Весь остаток земной жизни трястись Так и душа, совершившая грехи нераскаянные В которых не покаялась, не оплакала их искренне пред Богом Остается с этой некой каиновой печатью С внутренним немирствием О чем чудные слова написаны нашими великими поэтами И Пушкиным, Борисе Годунове Про мальчиков кровавых в глазах С словами о том, как жалок тот, в ком совесть нечиста И в мировой литературе и драматургии Мы видим примеры кающегося братоубийцы Клавдия, который этим убийством Обретает для себя и датский престол, и королеву Но сознает совершенную ночь В душе своей И всякий человек Может быть, не с такими царскими, королевскими грехами страшными Но, тем не менее, всякий грех Насывает святиле Феофан грехом смертным Ибо всякий грех отчуждает человека от Бога И Иоанн Златоуст называет только грех Великим и страшным чудовищем Приносящим скорбь в жизнь человека Тот, кто без греха, тот без печали И наше мирное и покаянное расположение Это самый короткий путь к обретению радости Поскольку в конце его ждет нас Небесный Отец Ждут Его объятия Ждут по образу притчи о блудном сыне Все знаки царского достоинства и великой радости Ибо это как раз смутило старшего брата Когда он пришел к дому, возвращаясь с трудов И услышал лики То есть различные торжественные и радостные звуки Исходящие из дома отца И увидел дом свой наполненным великой радостью От чего я вознегодовал Ибо не чувствовал, что этой радости Младший сын, некогда ушедший на страну далече Достоин Но Бог иначе судит Или око твое лукаво Из-за того, что я благ есть Господь жизнь сотворил нашу для радости И не только для радости Но для совершенного блаженства В обществе самого себя При общении к его божественному естеству И так нет другого более значительного И продуктивного, целесообразного средства К обретению радости Чем участие в жизни Матери Церкви Чем приобщение к таинствам в ней установленным Ибо они в душу сильны заранить Не просто временное развлечение И легкомысленную веселость А подлинную радость Об участии в Пасхе Христовой В вечной жизни В Царстве Господа нашего Иисуса Христа Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok